Добрый вечер, дамы и господа, все, кто смотрит нас. Сегодня очередной эфир группы Клуба Вольных Путешественников. Меня зовут Александр Люкшин. Со мной в паре сегодня Иван Тарасенков. Мы хотим сегодня рассказать о нашем путешествии, о большом таком опыте путешествия в Боливию, в Южную Америку, в том числе с Перу и Бразилией. К слову сказать, с Иваном мы виделись последний раз в Боливии, во второй день нашего приезда. И мне лично, как и вам, наверное, интересно узнать, каким образом он путешествовал, что он увидел, в отличие от нас, от меня и еще двух наших друзей. Наше путешествие сложилось очень интересно. Мы приехали вчетвером и познавали эту страну по разным маршрутам, так как интересы разные. И в марте состоится отрывал-встреча нашего клуба, где мы проведем и погрузим вас в это путешествие с разных точек зрения, с разных опытов того, как можно увидеть Боливию, что там смотреть, нужно ли там смотреть. Ну а сегодня мы попробуем рассказать вкратце и показать фотографии, что это за страна и какие впечатления, переживания и открытия у нас произошли. Мне в первую очередь хотелось бы спросить, Ивана, такой вопрос. Как тебе питание в Боливии? И что вообще для тебя по сравнению со своими предыдущими путешествиями в Азию, в Тибет и другие страны показалось абсолютно необычным и нетипичным? Именно в Боливии. И с питанием? Нет, не только. То есть, с питанием мне было просто интересно, потому что статья очень интересная, для всех важная. И на мой взгляд, мне показалось, что там вообще питаться очень сложно. Ну, так как и Саша, и я, и вегетарианцы, нам было проблематично находить там еду, потому что там очень распространена курица, скажем, говядина, тоже свинина. В плане гарниров было проще, у них рис, картошка, что, в принципе, как и везде в мире. И овощи. Что можно было брать, так это вот яйца у них жареные, ну и сыр. Ну, то есть, питание ты свое выстроил, в принципе, как-то так или иначе, и более-менее было. Да, я особо не ходил по ресторанам, я приходил туда, где едят местные, и спокойно брал то же самое. А ходил на рынке? На рынках ходил, да. Там, в частности, закупал сыр, чай, который можно было пить в номере. Да и так походить, посмотреть, было здорово. Ну, то есть, в принципе, касаемо еды, мы оба делаем вывод, и вам, уважаемые друзья, говорим о том, что в этой стране рассчитывать на какие-то изыски не приходится. Но в плане интересного можно сказать об одежде, которую можно там приобрести. Вот сегодня мы как раз в таких аутентичных свитерках из шерсти ламы, из альпаки, которые приобрели в Ла-Пасе. Да. Сложно было выбрать? На рынке ведьм, я так думаю, да? Нет, я там не был, нет. Мне, в принципе, там хватило бесовщины такой во всей стране. Расскажи про рынок ведьм, свои впечатления. Рынок ведьм, там представлено много сувениров, в том числе и, так сказать, органическое происхождение. Ты очень корректно говоришь. Какие поездки, ты считаешь, были самые интересные и ты бы хотел посоветовать другим друзьям, например, своим? Ну, самое, наверное, яркое, это джип-тур по соляной пустыне. Это действительно заслуживает того, чтобы поездить там три дня. Там есть и вулканы, и... Ну, я тебя немножко поправлю, не по соляной пустыне, а по региону Альтиплана, а соляная пустыня, Салар-де-Юуни, это часть. Она входит в джип-тур мороз. Да, она входит, то есть, это, ну, на сколько, три часа, там, четыре-пять часов максимум, там, ты проходишь. Да, потом я бы выделил, конечно, Киуанако, это загадочный город, который построен явно не инками, в чем можно убедиться, когда посмотреть. А какие варианты? Варианты, ну, вы знаете, сложно представить, потому что мы даже не понимаем, для чего это было построено. Некоторые моменты, особенно как, вот на фотографиях, там есть такие следы, которые мы сейчас повторить не можем. Потом, можно выделить дорогу смерти, в Ла-Пасе, Александр, я знаю, ты тоже ездил. Весьма экстремальный тур, где можно съездить последний раз, последний день туда, и потом уже больше никуда не поехать. Там действительно опасно, и можно улететь с обрыва. Это, скажем, третье место. Четвертое, и оно очень впечатлило лично меня, это острова Урос, сделанный из тростника на озере Титикака, Плаучи. Это жизнь людей, которая основана на использовании вот именно этого материала для всего. Они на нем живут, они им защищаются от солнца, от дождя, они его едят даже. Они расположены на озере Титикака, Капакабана, Исла-дель-Соль, Пуна. Это город около границы Перу-Боливия, из которого можно взять экскурсию на катере. Вот я советую вам уже брать на заметку, потому что по этим островам не так много информации, и в отчетах особо этого не увидишь. А это очень ценно найти место, как раз новое, безотчетное, и открыть его, и побывать. То есть это номер четыре, да? Да. И пятое место? Пятое место, это просто Анды, как горы, как горная цепь. Это вот Альтиплана на высоте четырех километров. Там насыщаешься такой чистой энергетикой, которая не внизу. Это чувствуется после длительного пребывания там. А что ты еще можешь сказать вот по Альтиплану, да? То есть ты говоришь о чистой энергетике, которую ты там почувствовал. То есть какие у тебя были какие-то личные внутренние переживания, то есть какие-то, может быть, мысли пришли. То есть что-то интересное такое произошло, какое-то личное такое открытие. Я не прошу сейчас о нем рассказать, а вообще в принципе интересно. Потому что согласись, на высоте четыре тысячи метров, когда ты там проводишь время довольно-таки активно в течение продолжительного времени, ты начинаешь чувствовать, что тело ведет себя по-другому, организм ведет себя по-другому. Взаимоотношения между людьми тоже, когда они уже ближе к каким-то экстремальным условиям, начинают быть немножко нестандартные. И, соответственно, психологическое состояние, оно тоже может быть интересное. И, ну, возможно, бывают какие-то моменты вообще личной медитации и каких-то личных таких открытий. Потому что ведь Альтиплана действительно, оно впечатляет невероятно. Ну, ты сейчас затронул интересный вопрос. Немного неприменительно к Альтиплану скажу, что дам совет даже. Главное в такой поездке – это расслабиться и не торопиться. Не надо строить жесткий график никогда. Надо примерно обозначить точки, в которые ты бы хотел, и по возможности в них съездить. Если не получается, не надо напрягаться. Вы испортите поездку, и у вас отдыха не получится. Передислокации. Понятно. Так, это вот, Иван, как раз твои фотографии пошли. Да, это вот листья коки, которые продаются на каждом углу там. И хочется сразу же сказать, что не думайте, что листья коки – это какой-то дурманищий. Нет, это на самом деле как зеленый чай. Даже кофеина в нем меньше, чем где-то, чем в кофе. Это вот Solar Deo Uni, джип-тур. Очень красивое место. Ну, это Альтиплана. То, о чем вы говорили. Это одна из частей. И лагуны, там десятки тысяч розовые фламинго. Я не преувеличиваю, их там действительно очень много. Да. Там находятся прямо каменные города, можно сказать, мегаполисы. Ну, как у нас каменный город, только можно сказать, что это деревня. У них вулканические. Так, это буква… Вот, и Пермь, и буква П есть на Альтиплана. Это вот Ла-Пас, скажем. Ух ты, хорошая фотография. А вот, в частности, до Дорога Смерти можно видеть обрыв без всякого ограждения, где можно нестись со скоростью километров 30 в час. Озеро Титикака, и вот остров Урос. Ага. Один из… А это следы какой-то цивилизации, явно не инков. Это где? Это около Куско, в Перу. Угу. Там есть несколько археологических комплексов, очень интересных. Я бы рекомендовал их посетить, а перед этим посмотреть фильмы, лаборатории, альтернативные истории, которые раскрывают много загадок. Уж альтернативную историю это точно надо. Надо смотреть, надо изучать. В частности, в этих комплексах есть такие места, которые закрыты для фотографирования. Пришлось дать несколько взяток. Не в экран будет сказано. Вот, чтобы это сфотографировать. Ну, а как не в экран это будет сказано? Ну, это тоже опыт. Это опыт. И опыт, причем, наверное, полезный, чтобы понять, как себя вести в той или иной ситуации. Расскажи сейчас ты пятерку. Моя пятерка. Однозначно согласен с тем, что на первом месте Альтиплана, то есть это Салар-де-Юни, это, естественно, лагуны Колорадо, и причем, по-моему, Арора, такая желто-голубая лагуна. Ну, сложно сказать, фотография, когда будет, я скажу. Меня очень впечатлило. И впечатлили вообще космические какие-то лунные, я не знаю, неземные пейзажи, цвет земли, цвет гор. Просто очень интересно. Безусловно, это место, в котором необходимо побывать. Естественно, хочу сразу сказать, что нужно воспользоваться услугами турфирм. И цены очень разные. На тревел-встрече обо всем этом расскажем. Второе место я отдаю город Самайпата, парк Амбара. Это как раз место особо неизвестное. Недалеко от Санта-Круза, где мы как раз разошлись. Это в Низине, это уже не Альтиплана. Да, это не Альтиплана. То есть, это самое начало было путешествия, я провел там почти неделю. Город Самайпата, на мой взгляд, самый прекраснейший вообще во всей Боливии, где мы были. Он очень чистый, спокойный. То есть, ты понимаешь, что такого в Боливии в принципе не встретить. Чистота, спокойствие. Очень хорошие люди, которые тебя не напрягают. И, ну, очень много позитива. И в этом районе как раз очень много, там 27 климатических зон. Только вдумайся. 27 разных климатических зон, потому что разные перепады высот. То есть, мы ездили в долину вулканов, были в доисторических джунглях на уровне там тысячи лет. Это очень какое-то малоизвестное место. Малоизвестное, но там очень много туристов таких свободных. То есть, тех как раз бэкпэкеров, которых мы в принципе, можно сказать, сами и являемся, да. То есть, с рюкзаками путешествуем. Но культура в Европе более развита это. И там такие свободные хиппи, те, которые путешествуют не месяц, а по году и по 4 года, живут там, работают волонтерами, работают в каких-то парках и в то же время путешествуют. К слову сказать, в этом месте можно путешествовать и открывать абсолютно разные места. И в том числе археологические. Там есть обсерватория инков Эльфуэрта. Каждый день и в течение 2-3 недель. Место очень интересное, очень мягкий климат. Никакой горной болезни даже близко нет. Очень много фруктов дешевых, вкусная еда. Просто потрясающее место. И очень многие, которые поехали по стандартному маршруту, возвращаются именно туда, в сам Айпату, чтобы провести там замечательное время. Третье место я отдаю Ла-Пасу, безусловно. Хотя город мне абсолютно не нравится внутренне. Я им просто восторгаюсь, как умудриться на высоте 4 тысячи метров, прямо на горах построить город, там, миллионник. Это просто впечатляет. Это очень-очень впечатляет. И на самом деле вокруг Ла-Паса очень много чего интересного, в том числе и Дорога Смерти, в том числе и трекинги, с которых я видел только фотографии, не прямо в горы. А рядом с горами там потрясающие виды. И, на мой взгляд, очень интересное место. Но это такой вызов самому себе, это восхождение на 6-тысячник. То, что мы пробовали, это отдельная тема. Я лишь скажу, что в этом месте я испытал себя и почувствовал свой человеческий предел, своего тела, психологических каких-то возможностей. И вообще побывал в нескольких ситуациях очень экстремальных на уровне, там, жизни-смерти. То есть это было очень сильное переживание. И когда эти 3 дня закончились, я просто был в каком-то шоке немножко. То есть идешь, ожидаешь и позиционируется, как просто прогулка в горы. Но на самом деле это очень жесткое испытание и довольно-таки интересное. Вот. Пожалуй, не знаю, сейчас как-то нахлынули впечатления, воспоминания. Даже на 5-е место сложно сказать, чтобы я поставил. Но мысль приходит, единственный перелет внутри страны, Ла-Пас-Санта-Круз. И вот этот опыт лететь на маленьком самолетике на небольшой высоте и увидеть в дневное время Боливию, увидеть, как они умудряются строить деревни прямо на вершинах гор, прокладывать вот эти вот сумасшедшие, просто серпантинные дороги. Безумно интересно. И там будет фотография, где видно с самолета такие узоры, как они строят деревни свои, практически как в пустыне Наска. Или у меня личное впечатление, как будто база из «Звездных войн». То есть, как будто кому-то послание. А я предлагаю перейти к советам, потому что наверняка мы уже всех заинтересовали и все думают, ребята, это же дорого, это же сколько времени нужно. Давай, давай ты расскажешь тогда, как, ведь ты же нашел эти перелеты, да? Тебе слово. Ну, я их не то, чтобы нашел, просто увидел. В интернете была распродажа. Покупались эти билеты за 9 месяцев, то есть аж в апреле того года. Стоили они 20 тысяч, по-моему, с половиной. У меня было впечатление 18 вообще. Мы, кстати, в разные дни покупали. Да, и у нас немножко разные даты. То есть даже порядка 18 мы нашли. Единственный минус в этом, что три перелета и из Москвы, но минусов больше нет, потому что стоимость в обычное время около полтинника. Это даже в лучшем случае. Сами можете себе представить. Это даже в лучшем случае около полтинника, потому что я смотрел средняя цена 80. Полтинник это в такие времена благоприятные. Можно поискать, да. То есть, как мы всегда говорим и спрашивают, а как, а что, наше путешествие в принципе строится и исходит из низкой цены на авиаперелет, потому что это основная статья расхода. И здесь она была около 20 тысяч, что вполне приемлемо для этого путешествия. В Боливии страна довольно-таки дешевая. Главное, как и в Азию, долететь туда. А жить и путешествовать там можно очень бюджетно. Ну, и безусловно, стоит отметить, что очень много различных требований, касаемых документах. Я могу сказать, что все на самом деле очень просто. Оплачивается виза за 50 долларов и вы спокойно въезжаете. И в том числе, когда вы пересекаете границу Боливия-Бразилия, Бразилия-Перу, то же самое. Их интересуют исключительно деньги, финансовая сторона, какие-то дополнительные документы, кроме паспорта, там не нужны. И что еще стоит сказать, что... Так, у нас следующий этап это фотографии. Давай посмотрим. Хорошо. Ну, вот это буквально второй день в Санта-Крузе. Тут же, это исторический лес, где ходили динозавры в районе Самайпаты. Это Амбара-парк. Очень... А можно помедленнее сделать картинку, пожалуйста? Я бы хотел про Амбара-парк немножко сказать еще. Так. Назад, да? Вот в Амбара-парк вот эти растения, они на самом деле двух видов, одни с колючками, и они заполняют просто все, весь, все джунгли. мы попали в тропический ливень настоящий, жутко замерзли, и царапались, но впечатлений было очень много. На самом деле, хлебнули мы там неплохо, но зато ощущение было, что ты попал, на самом деле, в парк юрского периода, и это стоило того. Есть тоже специфика путешествий, все довольно-таки не так просто в плане того, чтобы найти гида. Об этом мы также скажем на тревел-встречах. Это фотография Дороги Смерти. Очень интересно, но самое интересное изыскать возможность поехать самостоятельно по этой дороге. Очень легко и просто, я думаю. Да, в принципе, кто умеет ездить на горном велосипеде, это вполне реально. Это Хуяна-Патоси. Я здесь сфотографировал, значит, как мы идем. Ах, быстро фотографии идут. Ладно, остановимся на тревел-встречах. Это такой интересный кадр в Санта-Крузе. Хочу отметить, Санта-Круз это практически единственный более-менее цивилизованный город, где адекватные люди. Мое личное переживание и впечатление относительно Боливии то, что народ там жутко дикий и касаемо каких-то нравственных норм, ценностей на очень таком уровне на мой взгляд низком и в отношении того, как они выстраивают свою жизнь, конечно, это бывает неприятно рядом с этим находиться, потому что мусор, алкоголь, вокруг везде негатив, просто огромное количество. у нас разнятся впечатления сильно. Разные места все-таки были. Разные, но во всяком случае просто в Ла-Пасе я побывал в очень многих таких нетуристических местах, где посмотрел настоящих боливийцев. Здесь вы видите фотографии как раз района Самайпаты. Мы купались в таких коричневых речках, видели такие красные земли, красные горы. Этот гид и археолог из Колумбии просто рассказал мне о стольких насекомых, конечно, которых по словам очень боишься, но фактически мы только были покусаны москитами и от всего этого можно в принципе защититься. Но хочу сразу же сказать, что Боливия это страна, в которой нужно готовиться, к которой нужно относиться, что это не просто какое-то райское место а-ля Таиланд, а довольно-таки серьезное испытание для путешественника, для самостоятельного путешественника, который хочет посмотреть по максимуму. Очень много интересных людей. Вы там можете встретить очень много аргентинцев. Здесь были на фотографии колумбийцы, которые потрясающе поют. Я надеюсь, что будет показано сейчас видео. Это перевернутая фотография Чи Гевары, которого все боготворят в Боливии. Как раз в самой Пати вот в этом регионе поймали Чи Гевара и убили. Около деревеньки там Кейлина. Там очень это далеко от самого города и все жители ну прямо это их идол поклонения Чи Гевара. Причем в одно время его очень не любили, государство не любило и народ не любил соответственно после стали боготворить. Здесь фотография как раз с шеститысячника это промежуточный лагерь на высоте 4800, а это как раз Солончак Юни. Естественно времени не хватило однозначно там всего 4 часа это очень мало и хочется уехать гораздо глубже и почувствовать место прочувствовать его побывать как можно дальше потому что ну согласись Юни это вообще какое-то космическое место особое наверное я бы сравнил его как Дюны в Сахаре очень интересно и эти фотографии тоже сальтиплана 3 дня до 104 тысячи метров гейзеры красные лагуны как на фотографии образуются невероятные рисунки в небе которые стоят по часу по два вот здесь в очень холодном месте мы побывали в очень горячей ванне в термальных источниках ты был в ней нет мы до них не доехали Марат тоже не доехал наш товарищ но повезло что мы доехали и я хочу отметить что меня честно говоря в глубине души из живых существ таких больше всего впечатлили конечно ламы то есть на мой взгляд лама это такой светлый лучик солнца какого-то божественного вот на мой взгляд в темном царстве лично для меня то что я увидел там в таких городах качабамба ла пас и вообще взаимодействие в людях очень много такого нижнего мира то есть это автобусы с монстрами это манекены которые видим монстров на обычном рынке я был то есть они из обычного манекена делают там ему красные глаза там когти вот всевозможные названия где смерть смерть смерти мне археолог этот объяснил что они поклоняются можно сказать некоторые дьяволу и смерти потому что дьявол здесь а бог далеко и на небе и он им не поможет вот и часто там возникает ощущение что ты в какой-то нижний мир провалился это мое личное переживание и лама она все сглаживает лама когда она тебя смотрит такими ресничками махает и ну это потрясающе не знаю а у тебя не возникло ощущение вот этого нижнего мира нет у меня было абсолютно можно сказать противоположное впечатление у меня было очень все спитло и хорошо в этой поездке причем даже мало того было очень много событий которые положительным образом складывались в мою сторону хотя я даже этого не ожидал но это история очень долгая на самом деле да я думаю что в тревел-встрече мы расскажем об этом я хочу подчеркнуть у меня не темная была поездка то есть я ставлю цель перед собой исследовать страну место и анализировал просто этих людей индейцев также общаясь с местными очень много узнал информации о которых даже не думал что индейцы могут так поступать и так относиться к природе я думаю что ты узнал Боливию с нетуристической точки зрения в разных местах в разных местах да и в принципе мое такое краткое резюме что в Боливию однозначно стоит съездить увидеть эту потрясающую яркую необычную природу очень разную и очень колоритную и в принципе туризм там очень развит уже долгое время как раз именно для южноамериканцев аргентинцы колумбийцы бразильцы там путешествует очень много и поэтому это мой был выбор уже посмотреть ее с разных сторон и там нахлебаться где-то вот а в принципе можно и разные выбирать варианты и побывать там конечно же стоит вот по поводу непосещения россиянами этих стран там действительно смотришь в отелях книгу посещений и нету ни одного россиянина не говоря уже о пермяках причем причем в течение года здесь как раз играют мы плывем на Титикаке на прекрасный остров Исла-дель-Соль и компания колумбийцев безумно открытые классные ребята которые играют песни поют вот просто как какие-то звезды невероятно красивые голоса жаль что не удалось с ними пообщаться к сожалению за месяц многого не увидишь там всего два дня провели здесь как раз мы едем на джипе по альтиплана невероятно впечатлил ленд-крузер вообще старый ленд-крузер 95-го года мы ехали по такому бездорожью в течение трех дней на скорости 80-90 километров попадали там в размытые дороги в реки в камни ну вот вы видите что машина трясет во все стороны и вот открывается первая красивая лагуна вокруг такие каменные развалы вот и благо нам повезло с погодой ибо мы были в сезон дождей и самое интересное посмотрели как раз прекрасную солнечную погоду тебе как повезло с погодой да чудесно обгорел я в первый же день хочу сказать что солнце там оно не просто хорошее оно безумно опасное когда я поехал на велосипеде подумав что был 40 дней в Азии загорел ничего страшного я просто получил действительно ожоги и я серьезно ожог себе руки и там нужно мазаться постоянно всегда даже когда солнце не так ярко и тем не менее одеваться тепло потому что вот на Альтиплана на высоте очень пронизывающий ветер очень холодно и ночью особо холодно спальник там просто необходим и здесь вот вы видите гейзеры вроде как жарево такое очень все кипит бурлит но холодно было там вот я серьезно могу сравнить только с горами ну это и есть горы да так идем снова на место а вообще побывав еще то есть ты был еще в Перу да я побывал еще в Бразилии что показывает моя замечательная желтая яркая футболочка почувствовал ты вообще вот именно колорит да то есть общие черты Боливия Перу плюс ты общался с какими-то южноамериканцами которые путешествовали то есть вот какие-то нити такие общие ты можешь провести в Боливии я бы сказал это практически одна территория какой она и является по культуре там одни и те же люди можно сказать единственное в Перу она более уже подпорчена туристами там больше цены там уже стараются заработать на тебе в Боливии пока еще они более скромные в зависимости от мест да но особо они не навязывают а в Перу как только пересекаешь границу цену полтора раза больше я думаю ты близко был я дальше Титикаки уже не поехал могу сказать о том что в этой стране очень специфичное передвижение потому что все передвигаются на автобусах так как серьезные там перепады то есть 1200 ты уезжаешь в опасно на 3800 и перелеты очень дорогие все ездят на автобусах на автобусах тоже нужно уметь ездить потому что можно хлебнуть такого что 12-часовой переезд или 16-часовой переезд может быть очень неприятным то есть мне попадались там и автобусы с спинками которые врезались в спину и просто невозможно было уснуть сейчас нет времени рассказывать о советах но мы обо всем расскажем на тревел встрече в общем подытожив наверняка можно сделать вывод что Южная Америка это абсолютно другая планета абсолютно другой климат люди еда это в принципе понятно увидеть это однозначно нужно ну и вообще как всегда можно сказать что не нужно бояться путешествовать нужно взять собрать свой бэкпекерский рюкзачок собрать документы и отправляться в путь а имея интернет и кстати возможность разговаривать по-английски или по-испански если вы умеете особенно в Южной Америке то проблем вообще никаких не будет главное это купить билет подготовка она придет сама собой да что-то еще мы можем добавить замечательно спасибо что были с нами в нашем эфире обязательно смотрите еще задавайте вопросы вступайте в группу вконтакте клуб вольных путешественников там вы узнаете обо всех новостях о наших встречах